Добрый день дорогие друзья. Он действительно добрый. Погода прекрасная. Где-то 4-5 градусов. Как раз то что нужно. Ласточка стоит не на своем месте. Почему? Наверное вы догадались. Да, я привез 19 полетов специальных. С пазами и выступами чтобы делать стены. Собак не ходи никуда. И мы с вами сейчас начнем это потихоньку перетаскивать. По дороге расскажу откуда взялась еще банка лак. Сейчас закроем пока. Пошли. Дело в том что я сегодня поехал в черную пятницу как бы да. Но не впечатлило. Народу не было почти. По сравнению как показывают эти черные пятницы было очень мирно все. Не видел я повального снижения цен. Зазывалов. То есть ходи бери что надо. Если есть скидка. Есть. Если нет нет. Дело в том что меня спросили не бывает ли обманов. Обманов не может быть. Потому что до этого выходит каталог. С ценами прежними и нынешними. И никто не будет в этой фирме рисковать своим именем. Так вот о чем я откуда взялась лишняя непланированная этот хольц лазур краска. Ну это лак бесцветный лак который два им в одном. Он и защищает и покрывает. То есть для наружи 37 метров квадратных мне должно хватить и снутри и снаружи. А получилось так что как говорил джанецкий земля ему пухом. У нас с собой было. А было что у нас с собой. У нас была с собой скидка на 20 процентов на один товар. И этот товар вот эти 20-19 по летам я ее использовал. В итоге 32 евро сэкономил. И купил сразу же краску которую планировал позже купить. Но купил сразу же потому что ну не халява. Так еще купил я камушек. Будем сейчас затачивать наши стамесочки. Погода великолепная. Потом попробуем выставить уже уровень. Потому что с завтрашнего дня не такая будет благоприятная погодка. Ну что ж пожалуй начнем. Ну как тут так круто. Ты любопытная собака. Так я надеюсь светлая. Это более мягкая. Вернее мелкозернистая. Ну что ж. Начнем тогда. Конечно лучше иметь приспособление тут. Но его нет. Поэтому мы сейчас пройдемся сначала по грубой. Посмотрим что происходит. В общем этот банадион такой дерьмой скажу. Скорее всего там его и нет. Под действием камушка туда-сюда за усенкой идет. То туда то сюда. Ну ладно. Что есть. Просто цена поражает. Момент этот долгий. Надо набраться терпения. Я вас пока наверно отключу. Чтобы не мучить. Потом на проверке уже покажу. Ну а теперь ребят. Хочешь не хочешь. Все это надо перетаскать. В машине то не оставишь. Ну и здесь в избушку надо соскладировать. То есть 19 пакетов. 19 раз ходить по 2 не буду брать. Перенапрягусь. Потом не смогу работать. Зачем это надо. Правда? Я пошел. И вот так ребята дели так. Раз. Я думаю, что здесь всё. Зачем будете вытаскивать. Сейчас вон у вас. Это здесь. На стройке, каменщики, бригадир посмотрел на их работу и говорит, «Слышь, Степа, ты почему по одному кирпичу таскаешь из кучи?» Вон Ваня, он сразу пятый, на пятый этаж. Он говорит, «Ваня ледивый, почему?» А ему лишний раз лень сходить. Так и я. Лишний раз лень сходить. Нет, не лень сходить. Это была последняя. Ну, теперь надо покушать, отдохнуть немного и приняться дальше за работу. Согласны? Я тоже. Ну вот, я теперь соскладировал в этой изгушке нашей. Хорошо, что она имеется, то есть не в чистом поле работая. Так, ну вот здесь теперь 20 палет. Я купил еще одну доту, теперь их 20. Значит, каждая из них покрывает один квадратный метр. Написано, во всяком случае, одна палета. И если она по 2 сантиметра высотой, то это в целом будет... Это будет, это будет, это будет, это будет полкуба, почти ровно полкуба. 48 в высоту и метр на метр. Так, ну я скажу вам, мне очень интересно, сколько же это по весу было. По двум причинам. Так, очень надежный замок. Первая причина, это сколько же мне на своих плечах перетаскать пришлось. А второе, это сколько же я в машину запихал. Я все время боялся заголасточку, что я ее перегружу и потом начнутся проблемы. Ну вот, сейчас придем, посмотрим грузоподъемность, по-моему, в ласточке 512. Вес куба дерева, мне кажется, от 400 до 600 килограмм. В зависимости от сухости. Ну, это сухое дерево и полкуба где-то будет, фу-фу-фу, 250 килограмм. Нормально. Я думаю, не навредил я. Так, сейчас надо этот убрать. Завтра погода точно такая же солнечная, хорошая суббота. И мы придем с вами уже вот начинать строительство. Завтра будет первый день. Ну, после обеда я вам скажу, ребята, у меня совсем расхотелось работать. Ну, хочется отдыхнуть. Мне никто не мешает. Я сам выбираю себе место и время. Это прелесть. Дело в том, что сегодняшний день – это точка невозврата. До этого я еще мог сказать, ну, ладно, отложим это дело. Может быть, весной построим. Все-таки сумма для меня немаленькая. Вы знаете, что пенсия у меня совсем небольшая. А рассчитывать я могу только на нее. Но я все-таки решился. И благодаря вам, что я не могу перед вами в грязь лицом упасть, да, и своему этому бульдожьему упорству я все-таки решился. И вот сегодня я сделаю этот шаг. Я затратил хорошие деньги, да, купил. Ну, скажем так, это уже больше половины того, что мне нужно. И вот с завтрашнего дня мы с вами начнем уже строгать, пилить и колотить. Вы, наверное, давно уже ждете, сказать, да когда же он начнет, сколько можно готовиться. Ну, я вам скажу так, хорошая подготовка, это уже полдела, поверьте мне. Так, ну, на этом, наверное, все.